Привет всем! Мы находимся снова в Северном Тушино. На данный момент на территории какой-то школы. Я не помню, забыл номер. Вот, и именно здесь я пройду свою сегодняшнюю тренировочку, покажу вам площадку. Что здесь есть? Здесь есть три турничка. Видите, да? Вот проблема с этим креплением, что оно отваливается, и потом приходится переваривать. Проблема со столбами, которые не сотка, а семидесятка, что они непрочные, они гнутся. Еще здесь есть брусья. Брусья, брусья. Ну, нормальной, нормальной ширины. Есть прекрасная вещь, которую очень редко сейчас где можно найти. Это лабиринтик. Весь битый, погнутый, но какой есть. Видимо, комплекс для ГТО, потому что очень большое количество турников разных. Еще турнички повыше, пониже. Ничего не могу сказать. Шведская стенка. Пара шведских стенок. И странное подобие рукохода. Для нормального рукохода она слишком короткая, поэтому... Я бы сказал, подобие. Но зато волной. Не знаю. Ладно, мне нужен обычный турник, который там есть. Правда, песок. Придется либо в песке, либо в траве отжиматься. Ну, что поделаешь. Куда занесла нелегкая, там мы будем тренироваться. После меня хоть потоп. Я к любым раскладам готов. И пусть что будет потом. Когда погаснут софиты. После меня хоть потоп. Я к любым раскладам готов. И пусть что будет потом. Когда погаснут софиты Когда замолкает музыка и гаснут софиты И жизнь опять приобретает свой размеренный ритм Я выключаю микрофон и снимаю улыбку с лица Узел крепко завязан, но с него не выпутаться Зал пустеет, зрители идут на выход В гримерке левые люди, смех и неразбериха Кто-то руку жмет, мне кто-то обниматься лезет Хочется сказать, да отвали уже, но я любезен Минеральная вода без газа, полотенца Минут 15 отдышаться, переодеться Потом в отель, номер кофе, лоте Я и миллион мыслей в голове, это бед Утром самолет, надо хоть час поспать Ноти только взлетели и уже раз, Москва Не страшно умереть, страшно жить всеми забытым Когда погаснут софиты После меня хоть потом Я к любым раскладам готов И пусть что будет потом Когда погаснут софиты После меня хоть потом Я к любым раскладам готов И пусть что будет потом Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты Как раз замолкает музыка и гаснут софиты Все в один голос повторяют Классно быть знаменитым, но такой медали целых две обратных стороны Еще не значит, что нет минусов Если плюсы видны, я попадаю в один и тот же капкан Каждый день, если есть обходная дорога Скажи, где я счастье близких и твое На разных чашах весов Белкам в общем безразличны, кто обращает колесо Мне бы давно перестать уже принимать все близко к сердцу Как говорят коллеги, не оценят ни усердств Но выбирая этот путь, я знал, на что шел Одно название шоу-бизнес, не бизнес, а нет ни шоу Все удивляют, почему ковцы выходят в окно Мол, не интервью, а песни за артисты Говорят о многом Мне страшно умереть, страшно жить всеми забытым Когда погаснут софиты Когда погаснут софиты После меня хоть потоп Я любым раскладом готов Ну вот так я потренировался сегодня Один момент, о котором, наверное, стоит рассказать Как вы заметили, я все время подтягиваюсь Хватом ширины плеч С хватом сверху И только им И мое мнение Что если пока Вы только учитесь Вы еще новичок То нет смысла Нет смысла вообще никакого Нет что-то хвата там пробовать Разный Потому что Хваст езот больше на бицепс Забейте на это Я тоже, когда начинал Думал, тут хватает этот хват Широкий на спину Фигня, это все Первое, что вам нужно научиться делать Это научиться правильно подтягиваться Вы научитесь правильно подтягиваться Вы научитесь много подтягиваться У вас действительно начнут работать мышцы Вот тогда имеет смысл переходить на другие хваты Их пробовать И вы сами почувствуете этот момент Когда уже будет там У меня он был, когда я 25 раз начал подтягиваться стабильно Я понял, что Как-то уже скучно Как-то нагрузки уже не хватает Уже привык И начал пробовать узким хватом сверху Вот Хватом снизу я не люблю подтягиваться Потому что у меня немного щелкает плечо Когда опускаешься На турнике, если на кольцах этого нет Вот, поэтому Не люблю хватом снизу Есть только нейтральным Или верхним Но я начал включать эти хваты Уже когда-то подтягивался 25 раз стабильно Уже понял Пришло сознание, как правильно подтягиваться Чтобы работали мышцы Чтобы включалась спина А не всякой фигней страдать Тогда-да, тогда можно включать разнообразие Но это разнообразие уже будет поверх той базы Которую вы наработаете И в силе, и в движениях, и во всем Вот А если вы только начинаете И просто прочитали где-то в интернете Что этот хват лучше Что этот хват хуже Это хват для этого Это для того Это все фигня Это все Не для вас сейчас Это как бы Это как, знаете, гитары В Роке То есть, да, вы можете прочитать Что какая-нибудь там гитара Она самая крутая Но не играют Топовые музыканты Но если вы только начинаете Учиться играть Только учите там гамма-аккорды На хрена она вам? Когда-нибудь, может быть, вы к ней еще придете Но пока вам сгодится любая гитара Так же и здесь Вы просто не будете получать результата Того, что будете делать Лучше сфокусируйтесь на одном хвате Может быть, это хват сверху Самый такой Основной Может быть, хват снизу Неважно Просто пройдите всю 100 дня В Куим Как минимум до там Базового До конца базового блока Как минимум Я бы прошел вообще всю И вы увидите просто Если будете сравнивать в конце Своей программы Как вы подтягиваете С тем, как вы подтягиваете В начале Свои ощущения Вы почувствуете разницу Но для того, чтобы это было Как я уже рассказывал в видео Про качество И регулярность тренировок Вам нужно регулярно Регулярно давать эту нагрузку Вот Потому что потребуется довольно много времени Перед тем, как вы ее освоите Так же, как в школе Блин, что-то я много болтаю сегодня, да? Надо переставать это делать Скоро перестану, когда начнутся холода Я просто физически не смогу много болтать Но как в школе Помните вот эти вот Тетрадочки Где вы вырисовывали Буковку за буковкой Раз за разом Пока у вас нормально не получалось Вот здесь то же самое Нужно делать повторение за повторением Повторение за повторением Пока не получится хорошо Вот такие вот мысли То есть я буду всю программу делать Верхним хватом Я не хочу никаким другим делать Мне он нравится Единственное, что меня раздражает немного Когда перекладины толстые Потому что перчатки с утеплителем Они тоже Не тонкие Получается, блин, просто огромный турник хватать Мой пальчик большой Немножко это чувствует И страдает Вот такие дела на сегодня Увидимся завтра на новой площадке В Северном Тушино Они уже потихоньку начинают заканчиваться Поэтому придется Выбираться куда-то еще Но посмотрим На карте много мест Так что До встречи Пока Пока